Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как увеличить конкуренцию на самарском рынке продовольственных товаров? Сколько новогодних ярмарок работает в Самаре? Как в столице губернии будут поддерживать малый бизнес в 2021 году? В нашей студии заместитель главы городского округа Самара, руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов. Владислав Иванович, рад вас видеть. Здравствуйте. В последнее время много говорилось, к сожалению, о росте цен. О росте цен на некоторые виды продовольственных товаров. Ну, на слуху, сахар и растительное масло. Про гречку в этот раз как бы умолчали. Самый эффективный способ остановить цены – это рост конкуренции. Не секрет, если говорить о рыночных механизмах. Что делает и что может сделать департамент городского округа Самара в этой ситуации? Я понимаю, что вы не можете диктовать цены продавцам, но вот тем не менее. Да, действительно, последние два месяца мы, в том числе и на территории городского округа Самары, ну и в целом в нашей стране могли наблюдать такой достаточно значительный рост цен на отдельные группы товаров. Группа – это бакалейная, это сахар, это масло растительное. Больше 40% данная группа выросла вот как раз за последние буквально два месяца. Мониторим мы цены еженедельно. У нас есть так называемый ARM-мониторинг, куда входят торговые сети, крупные, небольшие торговые сети, сетевые так называемые магазины, ну и наши розничные рынки. Поэтому для нас это было уже видно, и мы видели, что этот рост достаточно существенен. Наша задача, как департамента, как городского округа Самары, как раз увеличивать торговые места для того, чтобы развивать конкуренцию, что в результате должно сказываться на снижении цен. Если говорить об обеспеченности торговыми площадками, торговыми местами, то у Самары здесь абсолютно все в порядке. Если брать разрез стационарных торговых объектов, то есть это магазины на первых этажах, отдельно стоящие здания, то норматив этот у нас превышен на 50%, то есть на человека у нас получается 150% мы имеем. Вот среднероссийской такой вот статистики. Нет, этот норматив наш, специфика каждого субъекта, каждого региона, естественно, своя. Вот у нас выпущен нормативный правовый акт на уровне области, который как раз определяет обеспеченность каждого муниципального образования. Вот в нашем муниципалитете этот норматив 150%. Если мы говорим о стационарных торговых объектах, если мы говорим о нестационарных торговых объектах, это киоски, то норматив здесь превышен также на 130%. То есть мы понимаем прекрасно, что обеспеченность торговыми объектами у нас очень хорошая. Кроме того, безусловно, для того, чтобы сельхозпроизводитель наш местный имел возможность реализовать свою продукцию, не в торговые сети, которые предъявляют избыточные отчасти требования. Есть такая беда, тема, знаете, для отдельной, на самом деле, беседы. Может быть, как-то вот, кстати, получится поговорить. Очень интересная тема, да. Мы еще развиваем ярмарочную торговлю. Сейчас у нас в реестре находится 25 площадок таких. При этом 9 сейчас, которые носили сезонный характер, приостановили свою деятельность до плюсовых температур. Сейчас работает у нас 16 ярмарок. Одна из них муниципальная. Это на Киевской Тухачевского. Ярмарка новая. Пока, к сожалению, там представлена только группа товаров, которая может реализовываться при отрицательных температурах. Но ближайшие два месяца мы все-таки там планируем разместить теплую конструкцию, где смогут продавать сельхозпроизводители ту продукцию, которая не терпит отрицательных температур. Те же овощи, те же фрукты и так далее. И, естественно, у нас есть частные ярмарочные пространства. Это в основном прилегающие территории к торговым объектам, так называемым торговым центрам. И есть ярмарочные пространства внутри торговых центров. Эту работу мы продолжим и дальше. В следующем году мы запланировали реализацию 10 ярмарок малого формата в разных местах города. В основном это будут те места, где сейчас осуществляется в том числе и незаконная торговля, так называемая лоточная. То есть, когда люди приходят стихийно, садятся, торгуют и потом убегают, что называется? Совершенно верно. По абсолютно доступной цене мы планируем реализовать нормальную цивилизованную торговую деятельность в этих местах, чтобы и налоги платились, и в городская казна пополнялась, а люди смогли совершенно спокойно, законно реализовывать свою продукцию. Везде эти места будут предполагать 10 торговых мест для торговли пенсионеров, для того, чтобы они смогли бесплатно реализовывать свою продукцию, которую они выращивают на своих дачных участках. А вообще в перспективе ближайших трех лет эти места мы планируем увеличить до 35-40 мест. Это в городе точек, малоформатная, ярмарочная торговля, именно круглогодичная. Количество торговых мест на данных местах предполагается где-то от 15 до 30. Ну, собственно говоря, все будет зависеть. 10% мест от каждого количества будет предусмотрено как раз для пенсионеров. Поэтому ситуацию мы мониторим еженедельно. Надеемся, что ситуация эта будет поправляться. А та группа товаров, которая сейчас на слуху, уже претерпела изменения. Сегодня только были звонки, в том числе и в департамент. Люди нам сообщают и говорят, я могла бы приобрести масло за 90 рублей подсолнечное, поэтому спасибо вам в том числе. Ну, в этом направлении будем работать и дальше. Ну, здесь же как бы понятно, что здесь два направления. Одно – это увеличение конкуренции, а второе – сейчас пошлины вывозные будут повышены на подсолнечник. Мы, собственно, знаем, откуда, так сказать, ноги растут в всей этой истории. Просто во всем мире очень существенно выросли цены на подсолнечник. Его начинают вывозить, соответственно, цены здесь растут. Ну, вот, к сожалению, рынок он так устроен. Здесь без поддержки федерального центра нам, безусловно, не обойтись. Сложновато будет. Да, и здесь мы видим, что движение началось, подписаны соглашения. Все они начали уже действовать буквально на этой неделе. Поэтому здесь паниковать абсолютно не стоит. Город Самара не является чем-то там обособленным. У нас ситуация с ценами, я хочу сказать, даже лучше были, чем в общем по России. У нас цены примерно где-то на 20-30% отличаются в меньшую сторону по сравнению с Москвой и с Петербургом. Совершенно верно, я с вами согласен. Сафанович, я предлагаю сейчас подсмотреть сюжет на важную и интересную тему. Ну, в первую очередь, конечно, важную. Затем мы продолжим нашу беседу. Продавцы в масках и перчатках покупателей, выбирая товар, соблюдают социальную дистанцию. Нарушений требований Роспотребнадзора этой осенью на самарских ярмарках не выявлено. Администрации торгового городка серьезно относятся к мерам санитарной безопасности. Поэтому вместе с городскими властями регулярно устраивает проверочные рейды. В рамках исполнения постановления губернатора номер 150, также требований главного санитарного врача Российской Федерации, на муниципальных ярмарках все продавцы у нас работают в масках защитных. Кроме того, администрации ярмарок проводится работа по информированию покупателей о необходимости ношения масок, соблюдения социальной дистанции 2 метра. В это воскресенье пройдет последний торговый день на сезонных самарских ярмарках у музея имени Алабина и на мехзаводе. Уже со следующей недели торговцы переедут на новое место. Это перекресток улиц Киевская и Тухачевского. К санитарным мерам на новой площадке будут относиться также серьезно. Обработка идет, также на входе везде дезинфекция проводится, то есть также есть администрация, которая следит за масочным режимом. Ну, то есть все-все то же самое, как и здесь. Новая ярмарка будет работать ежедневно круглый год. Пока это палаточный городок, но в будущем там появятся отапливаемые помещения. Лософанович, ну вот мы посмотрели сюжет. Ну, насколько я понимаю, уже переехали ярмарки, то есть это уже произошло. То есть вот как раз Киевская и Тухачевская, вот там они работают. Важнейший вопрос, ну, к сожалению, ситуацию с пандемией никто не отменял. Как жестко, насколько жестко соблюдаются вот эти требования, и как вот людей убедить, потому что многие думают, ну, улица, там вроде бы это не так важно. Ну, здесь, наверное, следует отметить, что мониторинг тех же торговых объектов на соблюдение рекомендации Роспотребнадзора мы проводим регулярно. Нам здесь помогают внутригородские районы путем обхода, исследований. Если кто-то все-таки нарушает, мы составляем акты, потому что жизнь людей – это главное, здоровье людей является основным, и в том числе и в торговой деятельности. Поэтому еженедельно на тех же городских штабах мы рассматриваем, какое количество нарушений было выявлено. К сожалению, они до сих пор продолжают выявляться. Конечно, их количество становится все меньше и меньше. С каждой недели люди и предприниматели становятся все более сознательными. Но, тем не менее, нельзя эту работу не проводить, потому что без контроля мы сразу видим ситуацию с той же заболеваемостью, она начинает расти. Поэтому мы, безусловно, всех призываем относиться к себе, к своим близким, к своим родителям, прежде всего, с любовью и с достоинством, беречь их, беречь себя, беречь здоровье своих близких, прежде всего. Поэтому, безусловно, всех призываем соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Это носить маски, соблюдать дистанцирование, естественно, дезинфицирующими средствами пользоваться. Ну и, безусловно, все уже практически у нас торговые объекты, объекты потребительского рынка, объекты общественного питания, имеют рециркуляторы, дезары, то есть те обеззараживающие приборы, которые находятся уже внутри помещения. Еще раз всех призываем все-таки соблюдать режим и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Беречь себя и близких. Сафан Иванович, скоро Новый год, вот он уже практически, уже буквально-буквально не так много времени осталось. Начинается сезон новогодних ярмарок. Где они работают? Как они будут организованы в этом году? Именно новогодние ярмарки? Ну, я уже сказал, еще раз напомню. Ну, во-первых, у нас 15 площадок уже размещены либо возле торговых центров, либо внутри этих торговых центров. Ну, кроме того, традиционно у нас будет ярмарочная торговля развернута на площади Куйбышева. Подразумевается, у нас там 12 где-то отдельно стоящих домиков, где будут реализовываться как сувенирная продукция, так у нас будут размещены объекты общественного питания, где, не отходя от главной красавицы елки на центральной площади, люди могут попробовать нашу российскую кухню. Кроме того, представлена сербская кухня, чешская кухня, бельгийская кухня. Естественно, будут осуществляться реализации горячих напитков, глинтвейна. Работают два катка, поэтому всех приглашаем посетить эту замечательную площадку. Помимо этого, сейчас совместно с Министерством промышленности и торговли нашей Самарской области и с Министерством сельского хозяйства мы и совместно с торговыми центрами прорабатываем возможность реализации со стороны наших местных сельхозпроизводителей по абсолютно доступным ценам своей продукции на территории торговых центров. Все практически торговые центры откликнулись, отнеслись к этому с пониманием. Минимальная цена, либо она будет нулевой для сельхозпроизводителей. Министерство сельского хозяйства нам предоставит как раз сельхозпроизводителей, и они могут реализовывать свою продукцию именно в торговых центрах. Такие места будут и начнут работать уже со следующей недели. Примерно от 5 до 15 мест в каждом торговом центре будет запланировано, ну и само собой в результате реализовано. То есть это будут наши самарские производители, которые непосредственно будут продавать свою продукцию нашим самарским жителям? Ну, все мы знаем и все понимаем, что торговые места в торговых центрах у нас стоят недешево. Поэтому это сказывается, безусловно, на цене продукции. Поэтому вот совместная такая работа, она должна привести к тому, что наши местные сельхозпроизводители смогут реализовать свою продукцию, а наши покупатели смогут ее получить по абсолютно адекватной и приемлемой цене. Ну и, соответственно, очень высокого качества. — Владислав Иванович, Новый год — это не только торговля, это еще и новогоднее настроение, самое важное. Вот в этой ситуации как идет оформление места торговли? Вот насколько быстро, насколько качественно? Что делается? Потому что хочется праздника людям, на самом деле, когда они приходят куда-либо. — Все мы видим, что наш город преображается, он становится краше. Объекты потребительского рынка, какие-то социальные объекты, естественно, преображаются и многие их украшают. Но не без нашего участия это все происходит. У нас очередной и традиционный двухэтапный конкурс проходит. Стартует он в каждом из девяти внутригородских районов. 15-го числа сбор заявок и фотографий заканчивается. И в результате 18-го числа каждый район будет подводить итоги, где будут обозначены первые, вторые и третьи места, кто украсил лучше свой объект. Всего участвует в этом году порядка 10 тысяч объектов. — 10 тысяч? — Да. Из них как раз это в целом по городу. — Это очень много. Это вот как бы вот оно и есть настроение. — Все около 5 тысяч объектов — это объекты потребительского рынка, общественного питания. То есть это те объекты, которые украшаются силами наших предпринимателей. Второй этап конкурса предполагает первые места распределять. Внутригородские районы первые места передают на уровне города. И на уровне города уже определяются первое, второе и третье места. Где как раз участники, занявшие эти места, получают награды уже от главы городского округа Самары, Лапушкина Елена Владимировна. То есть это, естественно, грамоты, благородовственные письма, ну и, соответственно, награды. 25 декабря будут подводиться итоги, приглашаться люди, где им будут вручаться в торжественной обстановке эти заслуженные награды, которые в результате, в общем-то, поднимут настроение и, естественно, скажутся на благоустроенности и на восприятие нашего города. Владислав Иванович, не могу не задать этот вопрос. Он традиционный предновогодний торговля елками. В этом году как она будет устроена? Как она, вернее, уже устроена? Потому что торговля идет сколько мест? Где вы рекомендуете покупать, чтобы купить нормальную и качественную продукцию по адекватной и правильной цене? Ну и как затем потом все это будет убрано? Елочная торговля в этом году организована и происходит с 14 декабря по 31 декабря до 12 часов дня. С 12 часов дня наши предприниматели должны в течение трех часов эту елочную продукцию убрать для того, чтобы мы уже встречали Новый год в нормальном, чистом, абсолютно обустроенном городе. Все в этом году торговые места оборудованы деревянными ограждениями. Эти деревянные ограждения являются у нас обязательными при заключении договора аренды этого участка для торговли. Все верно, по периметру. Ну и люди сейчас уже, которые едут, перемещаются по городу, могут наблюдать эти елочные, ярмарочные пространства. Нами создана в этом году интерактивная, и Яндекс.Карта работает уже, то есть любой может зайти на Яндекс.Карту и точно совершенно видеть, где какая точка ярмарочная есть, чтобы можно совершенно спокойно дойти и купить эту елочную продукцию. 134 места мы в этом году в результате развернули по городу. В прошлом году их было 86, но предприниматели обратились к нам весной прошлого года и летом, и мы, собственно говоря, ничего другого не могли придумать, как увеличить количество этих торговых мест для того, чтобы удовлетворить первые предприниматели. Во-вторых, мы понимаем прекрасно, что конкурентная среда, ее, вернее, рост этой конкурентной среды и среди продавцов в результате скажется на ценах, и наши люди смогут по доступным ценам приобрести елочную продукцию на этих местах. Поэтому елки работают, будут работать до 12 часов 31 декабря. Кто имеет право выставить точку продаж? Ну, точку продаж имеет право выставить тот, кто заключил с оператором ярмарок в этом году конкурсные процедуры у нас прошли, и оператором ярмарка определено муниципальные предприятия ярмарки Самары, поэтому все предприниматели, которые заключат договор с ярмарками Самары, имеют абсолютно легитимную возможность торговать своей продукцией. Ну, все эти места, естественно, уже распределены, люди стоят, работают. Для того, чтобы росла конкуренция, в том числе в торговле, ну и вообще в целом в бизнесе, нужны новые компании. Нужно привлекать бизнес, и понятно, что этот год он был очень сложный, и, видимо, ну, как минимум, несколько месяцев следующего будут непростые. А как вы оцениваете итоги года для муниципального казенного учреждения «Самарский бизнес-инкубатор», задача которого как раз привлекать, выращивать, помогать малому бизнесу? Угу. Безусловно, на работу того же бизнес-инкубатора и нашего департамента экономического развития пандемия оказала очень существенное влияние, хотя бы в силу того, что бизнес-инкубатор переформатировал свою работу из оффлайн-формата в онлайн-режим. Всего мероприятий, как мы планировали, мы провели, даже больше было запланировано в начале года в районе 60 мероприятий. Мы провели 78. Безусловно, это в первую очередь какие-то обучающие курсы, семинары, форумы. Они проводились как раз в онлайн-формате. И саму тематику мы пересмотрели. Все это было направлено на то, что каким образом воспользоваться мерами поддержки со стороны государства, со стороны регионального центра, со стороны муниципалитета, потому что все эти меры поддержки, они, естественно, рождались по мере возникновения и по мере ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Потом, естественно, были организованы курсы и форумы на то, как, используя режим удаленной работы, повысить эффективность компании и так далее. Была у нас, естественно, оказана в том числе и грантовая поддержка тем предприятиям, которым эта грантовая поддержка компенсировала часть фонда заработной платы. И как раз ее получали те предприятия, которые не вошли в тот список наиболее пострадавших предприятий, субъектов малого и среднего предприятия, предприятий, которые могли получить эту финансовую поддержку на уровне федерального центра. Также мы продолжали обучать со стороны департамента. Естественно, все это проводилось с помощью онлайн-режимов. На следующий год в рамках программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства... — Это вопрос, что в 2021 году планируете сделать для того, чтобы поддержать бизнес? — Безусловно, мы запланировали те же самые мероприятия, а это естественное обучение, это участие в выставках, форумах, которые проводятся на территории городского округа Самара. Это традиционный самарский бизнес от АДАЯ. Это сделано в Самаре. Порядка 300 предпринимателей могут представить либо свою продукцию, либо свои услуги достаточно широкому кругу своих потребителей. — Это на каких условиях? Платно или бесплатно? — Это абсолютно бесплатно для наших предпринимателей. Традиционно мы рассылаем пресс-релиз по этому поводу. — То есть приглашаете? — Да. Предприниматели заявляются и участвуют в этих выставочных выставках и форумах. Кроме того, мы планируем также вывозить, в этом году у нас не получилось в связи с тем, что пандемия у нас наложила свои коррективы, вывозить в других города, это Москва, Екатеринбург, Сочи, Питер, международные выставки, где на международные выставки с различным профилем. Это и сфера туризма, это и промышленность, это металлообработка, это гостиничный бизнес и так далее. Также это планируется абсолютно бесплатно. Примерно 150 предпринимателей смогут представить достаточно широкому кругу своих потребителей, либо свою продукцию, либо свои услуги. Эти выставки, в том числе, естественно, будут являться и международными. — А что нужно сделать, чтобы туда попасть? — Заявиться заранее в Департамент экономического развития, инвестиций и торговли, либо зайти к нам на сайт samodan.ru по ссылке и сказать, что я бы хотел в результате посетить ту или иную выставку вот такого-то профиля. Больше ничего для этого и не нужно. Кроме того, на следующий год мы запланировали достаточно серьезные финансовые средства. Это 21 миллион рублей. — Так вот это интересно. — Как раз на финансовую поддержку, которая будет компенсировать частично процентную ставку по кредиту. — Для малого бизнеса? — Для субъектов малого и среднего предпринимательства, те, которые находятся в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Таких очень много у нас в городе. Потому что есть запрос от предпринимательского сообщества, что кредиты, выдаваемые коммерческими банками, достаточно сложно им обслуживать. — Ну, скажем так, они не дешевые. — Они не дешевые, поэтому мы планируем как раз эти денежные средства направить на то, чтобы кредиты малому и среднему предпринимательству доставались не дороже 5% годовых. Сейчас разрабатывается как раз нормативный правовый акт, и где-то во второй половине второго квартала мы эту программу, эту грантовую поддержку как раз планируем запустить. Так что вот такие планы у нас. — А для того, чтобы, кстати, получить вот эту субсидию по ставке банковской, что нужно сделать? Тоже заявиться и какую-то процедуру пройти? — Вот как раз, когда мы разработаем нормативный правовый акт, там будет порядок и положение разработано. Когда, куда прийти, в какое время, куда заявиться, все это, безусловно, необходимо будет делать в наш департамент экономического развития, инвестиций и торговли. — Какой пакет документов? — Какой пакет документов? — Какие документы, их количество и время предоставления? Все это будет, естественно, вывешено и находиться в открытом доступе. Это будет доступно абсолютно каждому предпринимателю, ну и любому физическому лицу и любому проживающему на территории нашего города. Потому что эта программа будет действовать только для тех, кто находится и проживает на территории городского округа Самар. — То есть предприятия самарские и индивидуальные предприниматели? — И индивидуальные предприниматели. Ну и, я надеюсь, войдут в эту программу, в том числе и сам занятые. — Да, кстати, отдельная группа, очень важная, которая, я надеюсь, тоже будет расти. Лысофанович, большое спасибо за интересную, насыщенную, содержательную беседу. Поздравляю вас уже с наступающим Новым годом, потому что осталось не так много времени. И я надеюсь, что в 2021 году самарский бизнес будет чувствовать себя лучше, чем в 2020. Ну и как минимум не хуже. И вы ему в этом поможете. — Спасибо. С наступающим Новым годом. — С праздником, спасибо. Напоминаю, в нашей студии был заместитель главы городского округа Самара, руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов. Удачи в делах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова